Вот смотрите, вы сейчас, вот смотрите, это тема сегодняшней лекции. Она рассказывает сейчас не ситуацию про мужа или про сына. Видите, когда много-много всего, я смотрю, вы такая же тоже. Это означает ваш стиль, ваш определенный уровень жизни. Понимаете, это определенная загрязненность пространства вашей жизни. Если вы и пространство очистите своей жизни, то есть перейдете в другое качество жизни, вот эта вот раздраженность или неустойчивость, о которой мы сегодня будем говорить на лекциях, она станет меньше у всех сразу. То есть видите, вы сами рассказали всю систему сейчас. Про себя человек, естественно, не скажет. Вы же тоже обижаетесь постоянно. Вот, разве не так? Видите, вот видите, как бы, ну, если я обижаюсь, то, Олег Геннадьевич, я стараюсь работать. А вот муж мой, это так работает психика любого человека. Я понимаю, что вы так в моменте делали, когда человек кричит? Просто куда-то уйти надо, да? Конечно. Надо уйти просто и все. Он кричит от боли. Человек кричит только от боли всегда. Ему больно просто и все. Больно. Вы просто не понимаете, почему ему так больно от того, что мне не больно. Потому что женщине не больно, и мужчине больно. То, что мужчине не больно, женщине больно. Мы разные. То, что ребенку больно, взрослому не больно. Поэтому мы не понимаем, чего кричит. Кричит. А это очень сокровенная вещь, говорить про Бога. У нас в сердце вообще протест с самого начала. Мы не хотим про Бога ничего слышать. В сердце у человека протест всегда. У каждого. Это еще надо к этому, это принять саму идею, что есть Бог. Потому что люди не хотят ее слышать даже. Это нормально. Это этапы развития человека есть. Разные этапы развития. Есть этап атеизм такой. Это определенная способность воспринимать мир. Человек неглубоко воспринимает мир. Следующий этап – нравственный атеизм. Мы все знаем этот этап, когда люди стремятся к нравственности, отвергают Бога. Это у нас целая страна на этом этапе находилась одно время. Потом есть ритуализм нравственный, когда люди, как бы, они уже все развились, хорошие. Но они не понимают, что надо Богу служить, надо думать о Нем, жить для Него. Они просто, как бы, боятся без Бога жить. И ходят в храм для того, чтобы все хорошо было. Просит у нее что-то из Бога всегда. Следующая стадия – это нравственный атеизм. Это уже очень такая развитая стадия. Я вас немножко воспитываю. Вы заметили? Что я с людьми, со всеми же разговариваю, не только с вами. И на этой стадии человек очень развитым становится. Но есть еще последняя стадия – это святость. Вот такая стадия развития любого человека. Если человек, допустим, говорит, мне не надо Бога, ничего нормально, это его стадия развития, ничего страшного в этом нет. Но это он так вот воспринимает мир, это нормально. И нельзя заставить по-другому воспринимать. Это все со временем происходит. Вот даже здесь в зале люди, многие слушают лекции, и мне не нравится, когда я говорю про Бога. Нормально? Ничего страшного в этом нет. Итак, свекровь. Свекровь у нас с самого начала была против официального брака. Мы лечались, а мы привыкли к гражданскому браку. Невежество, невежество. Что делать? Ну, я молюсь за нее, но получается, насильно мучает, или нет? Ничего. Перестанет мучиться временем. Перестанет мучиться временем. Давайте с вами… Вот смотрите, боль вызывает что? Что? Мы с вами говорили об этом на многих лекциях. Человеку больно в отношениях. Что происходит сначала? Человеку больно в отношениях. Дальше что происходит? Дальше происходит то, что в моей судьбе виноват становится кто-то другой. Не я сам причина своих страданий, а тот другой. Эта боль заставляет судьбу выходить наружу. То есть я до этого понимал, что я во всем виноват, во всех проблемах. Но когда мне делают больно, я говорю, ты что мне делаешь? Я тебе сейчас устрою. Ну то есть получается, боль заставляет меня винить кого-то другого в своей судьбе. Но если человек работает над собой, молится, первое, что происходит? Он понимает, что близкий человек дается по судьбе, чтобы я за что-то отвечал, за что-то страдал. И сразу спокойнее становится, потому что ты чувствуешь, что все по правилам, по закону идет. Потом дальше ты оцениваешь объем работы, начинаешь понимать, сколько мне нужно усилий прилагать, чтобы у нас поменялись отношения с ней. А характер ее менять не надо. Это не наше дело менять характер кого-то. Человек, если хорошо относится к другому человеку, даже если у него плохой характер, все равно будут хорошие отношения. Мы не должны сильно рассчитывать на изменение чего-то характера. Это не наше дело, это его отношение с Богом. Характер человеку дается как награда или как наказание. Вот и все. Спасибо. Спасибо вам.